Пусть наш небесный, как святится имя Твоё, Господь Твоё, Царство и Твоя воля, Бог на земле, как на небе. Пусть наш небесный, как святится имя Твоё, Господь Твоё, Царство и Твоя воля, Бог на земле, как на небе. Мы начинаем наше служение. Перед тем, как помолиться, я хочу прочитать место Священного Писания. Это записано в первой книге Парламенон. 24 стиха, 16 глава и ниже. Пойте Господу, вся земля, благорестуйте и за дням день спасения Его, возвещайте язычникам славу Его и всем народам чудеса Его. Ибо велик Господь и досохвален, страшен почти всех богов. Ибо все боги народа – ничто, а Господь небеса сотворил. Слава и величие перед лицом Его, могущество и радость на месте Его. Воззайте Господу племена народа, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его. Возьмите дар, идите к лицу Его, поклонитесь Господу, благодеяния святыни Его. «Трепещите пред Ним вся земля, ибо Он сновал вселенную, и она не поколеблется. Да веселится небеса, да торцует земля, и да скажут народов – Господь царствует. Да плещет море, и что наполняет Его, да радуется поле, и все, что на нем. Да ликует вместе все, дерева дубравные, пред лицом Господа, ибо Он идет судить землю. Славьте Господа, ибо вовек милость Его». Эти слова принадлежат самархевцу Давиду. Что ее побудило славить так именно Господа? А его побудило то, что в Иерусалим, если ковчег Божий, и он назначил людей, а Сафар первую очередь поставил в обладе всех педствов, и там счастливается в этой хвале, сколько было поставлено людей для того, чтобы прославить Господа. Однако, что побуждает нас славить Бога? Есть ли у нас благодарность за то, чтобы нам прославить Господа? Конечно, я думаю, у нас есть за что хвалить и благодарить Господа, за то, что мы имеем от Него каждый день и час, когда вдыхаем Его воздух. Мы благодарить можем за то, что мы ходим по Его земле, за то, что Он сотворил ее для нас. Мы можем благодарить Господа, что Он нас не оставляет в трудных минутах и поддерживает нас. Мы можем благодарить Его во всех обстоятельствах жизни. Казалось бы, все, тучи накрыли нас, и нет просвета. Но, однако, за этими тучами всегда бывает солнце. Этим солнцем является Сам Господь Иисус Христос, Который поддерживает нас, подкрепляет нас, укореняет нас в вере. И поэтому у нас есть за что благодарить Господа. И как в других псалмах написано «Все дышащее да схвалит Господа». Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милости Его. Поистине Он благ, вовек милости Его. По милости Его все существует, верится и живет. И мы с вами пришли на это место, чтобы прославить нашего чудного Господа, которым имеем спасение. Помолимся. Господи, мы благодарим Тебя, что Ты вновь благословил этот день, потому что по милости Твоей мы живы, и до сего места Ты нам помог. Мы благодарим Тебя, что можем взывать к Тебе во всякое время и во всякие часы, особенно на этом месте, где мы собрались своими Твоё, ибо Ты сказал, где вас двое и трое, там я посреди вас. Господи, мы просим Тебя, кого нет, кто болеет, Господи, здоровья, силы, здоровья, кто, Господи, находится в отчаянном состоянии, поддержи таковых, кто потерял веру, Господи, даруй, чтобы они, Господи, вновь ободрились и могли взирать на Тебя, как начальники, совершители веры, чтобы вновь эта вера появилась у них, нашего всемогущего Бога, который способен поддержать всякого, ходящего при лицом Твоим чистым сердцем. Поэтому, Господи, благослови предстоящие служения. И те, кто отсутствует, Господи, каким-либо причинам, так же, Господи, оставь и без глибости своей, а нас насечай насущным хлебом и так же духовным хлебом, которым будет жив человек. И да проснается Твое чудное имя, наш Бог, Отец, с индусской. Аминь. Аминь. Очень приятно. Твое чудное имя, И да проснается Твое чудное имя, День, великий судный день, великий судный, будет он судьей, будет он судьей. Ему имя славный, ему имя славный, образ божества, царь небес державный. Ангелам глава, ангелам глава, Ему имя слава, Ему имя слава, Слава вечный Бог, без Его покрова, без Его покрова, Мир бы в жизни мог, мир бы в жизни мог, Ему имя верный, Его имя верный, Божь мудрец пророк, Он любви безменной, Он любви безменной, нас из тьмы избрёт, нас из тьмы избрёт. Ему имя нежный, Ему имя нежный, Господь Божий стал, Океан безгрежный, Океан безгрежный, Билостей отраг, Билостей отраг, Он первосвященник, Он первосвященник, Кошный и плодой, Грешный миропринник, Грешный миропринник, Днём нашёл покой, Днём нашёл покой, Он советник дивный, Он советник дивный, Людям частный скорбь, И нас допризывный, И нас допризывный, Он вновь частный идёт, Он вновь частный идёт, О, глаза святая, О, глаза святая, Своего Отца, Верь возрастая, Верь возрастая, Верь возрастая, Влюбь ему в сердца, Влюбь ему в сердца. Дорогие друзья, один ученик спрашивал своего учителя, почему ты читаешь Библию каждый день? Он говорит, и я тебе задам вопрос. Ты сегодня ел? Он говорит, я. А вчера ел? Я говорю, да почему же ты сегодня тогда ел? Он говорит, а чтобы мне не умереть. Вот и я, говорит, читаю книгу Божию для того, чтобы духовно не умереть. Ибо мы читаем такие слова, ибо Слово Божие живо и действенно. А ещё, когда Сатана искушал Господа, он говорит, что не всяким хлебом будет жив человек, но всяким словом исходящим, и пусть Божиим. Мы сейчас будем слушать как раз Слово Божие, которое будет проповедовать брата Господа. Приветствую, братья и сёстры. Приветствую. Сегодня я хотел бы поделиться, прочитать Псалом из Библии. Псалом 145. Псалом, Псалом, Псалом Певец Давид в своей жизни осознал, то, насколько важно в нашей жизни надеяться на Господа. Насколько важно прибегать наши трудные минуты нашей жизни, нашему Богу. Иногда кажется, что настает трудный момент, что уже ничего нельзя сделать. Но Псалом Певец Давид знал, что в трудные минуты у него есть надежда, на которую он, к которому Бог, к которому он верил, и к которому он приходил. И я хотел бы, давайте откроем вместе Слово Божие, в Псалом 145 и прочитаем его вместе. Итак, Аллилуйя! Хвали душа моя Господа! Буду восхвалять Господа, доколе жив! Буду петь Богу моему, доколе есть! Не надейтесь на князей, на сына человеческого, которому нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Яковлев, у кого надежда на Господа, Бога ему, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущий. Господь разрешает узникам, Господь отверзает очи слепым, Господь восстанавливается герны, Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки. Бог твой сион в рот и рот. Аллилуйя! Это Бог, братья и сестры, мы только что прочитали о Боге, в Котором мы верим, на Которого мы упываем. Дорогие друзья, в Соломахеи с Давид начинается слово Аллилуйя. Что означает слово Аллилуйя, братья и сестры? Это повеление славить Господа. То есть Давид обращается к народу, во-первых, этот Солом, это хвалебный Солом. И когда он обращается к народу, он говорит, друзья, давайте же вместе славить Господа за то, что Он есть, как мы уже прочитали здесь, за то, что Он творит суд обижен, дает хлеб алчищам. Есть ли у нас, дорогие друзья, сегодня желание прославлять нашего Господа? Есть ли у нас сегодня желание, когда у нас достают трудности, когда у нас, кажется, уже ничего нельзя сделать, моменты такие бывают в жизни? Есть ли у нас сегодня желание приходить к Богу за советом? Уповать на Него? Писание говорит, интересно, здесь 3 стих и 4. Иногда нам кажется, вот, у этого человека есть власть, у этого человека есть богатство, может быть, какая-то сила. Иногда нам кажется, что нам нужно уповать на этого человека. Но Библия говорит, не надейтесь на князень, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Интересно, Иеремия 17 глава, 5-й, 7-й стих, давайте прочитаем, Иеремия 17 глава, 5-й, 7-й стих. Там интересные слова такие записаны. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плод делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как перец в пустыне, и не увидит, как придет доброе, и поселится в местах зной, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Братья и сестры, мы с вами сегодня имеем великое благословение. Сам Господь оставил такие слова. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Дорогие друзья, мы с вами благословлены, потому что мы имеем, можем приходить к нашему Отцу, можем приходить к нашему Спасителям. Слава Богу за это, братья и сестры. Вот. Другой момент в своей жизни, когда я лично старался благовествовать, иногда я в своей жизни встречал людей, которые говорили, я этого достиг сам. Я в своей жизни, мне никто не нужен, мне не нужен мне Бог, мне не нужен и никто. Потому что я в своей жизни всего достиг сам. но это очень опасное состояние, дорогие друзья. Потому что наступит день, когда каждый из нас предстанет на суд. И Господь вам сказал в последнем стихе, если мы посмотрим, акционом 145-й. Там такие слова записаны. А путь нечестивых извращает. То есть, если человек живет сам без Бога, то его состояние будет ухудшаться, и его состояние будет ухудшаться, братья и сестры. Сегодня же я хотел бы поблагодарить нашего Бога за то, что Он... Давайте еще раз прочитаем, какой наш Господь. С 5-го стиха и по 10-му. Блажен, как у помощника Бог и Акады. У кого надежда на Господа Бога Ему. Интересно, что блажен в переводе он означает слово Аше. что значит, что этому человеку другие люди могут завидовать. Другие... Другие люди могут смотреть на Него и говорить, как этот человек мог всего такого достиг, достичь жизни. И все это благодаря нашему Господу. Блажен, кому помощник Бог и Акады. У кого надежда на Господа Бога Ему, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженность, дающего хлеб алчущий, Господь разрешает узникам. Интересно, братья и сестры, что в своей жизни у моей семьи произошел случай, который вы все знаете. Что когда... Врачи сказали, что уже ничего невозможно сделать, что моя семья никогда не сможет иметь детей. Но Господь, потому что мы надеемся на Бога Живого, который сегодня может творить чудеса. Он творит чудеса нашей жизни, когда мы приходим, и мы обращаемся, мы молимся к Нему. И слава Богу Ему за то, что Он живой и действенный сегодня. Аминь, братья и сестры. Давайте же сейчас возблагодарим нашего Бога за то, что Он живой и что мы можем обращаться в молитву к Твоему. Аминь. У нашей сестры Татьяны был, муж Юра попал, казалось бы, в безнадежном состоянии в больницу. Врачи сказали, нет шансов, чтобы Он остался живой. Но мы молились. Господь услышал наши молитвы и ответил на них. Конечно, через это прославляется величие нашего великого Бога и Ему слава за все. Молодежь сейчас прославит Господа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Он находится в самом темном месте, он находится в пещере, где, ну, мы многие, наверное, знаем, что значит находиться в пещере. Это слякоть, это такая темнота, нет света. И вот в этом состоянии как раз пишется этот псалом. Давайте зачитаем. 56-й псалом. Начальник ухора не погубит. Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззовут Богу Всевышнему, Богу, благодействующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня, пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы копия и стрелы, и у которых язык острый меч. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всей землей, да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя паника, выкопали передо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Воспрянь слава моя, воспрянь псалтырь и гуслин, я встану раму. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебе среди племен, Ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всей землей, да будет слава Твоя. И вот можно посмотреть, особенно интересное сравнение, во втором стихе Давид пишет, И в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут бега. Ну, тут как бы идет сравнение, Давид себя сравнивает с птенцом и с матерью птенца. И интересно, что, если мы знаем, что насколько, если кто видел, маленьких птенцов, Они вообще немощные, они уповают полностью на свою мать. Они, когда лежат в гнезде, находятся под ее крыльями, Эти крылья, их снабжают теплом, они знают, что еда только поступит только от мамы. И во всем они уповают на мать. И также Давид пишет, что только в тени крыл Твоих я укроюсь, И буду ждать, пока пройдут беды. Также, например, даже если какой-нибудь хищник пролетает, И птенец будет укрываться только под мамиными крыльями. Дальше интересно, что Давид пишет о том, что даже в том ситуации, Когда за ним гонятся, и это все делается несправедливо, Но он пишет, Бог, он пошлет с небес и спасет меня, По самих ищущего поглотить меня, Пошлет Бог милость свою и истину свою. То есть, в любом случае, он не уповает ни на какие человеческие суды, Он только уповает на Бог, на Божью милость, Как вот мы сейчас пели, И истину его. И дальше, в восьмом стихе, Он пишет, Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое. Мы сейчас с молодежью проходим Иакова, И там в первой главе Самая одна такая из интересных тем, Это искушение и испытание. И там Иаков пишет, «С великую радостью принимайте, братья мои, Когда попадаете в различные искушения, Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, Чтобы вы были совершенны во всей полноте И без всякого недостатка». И на самом деле, Насколько вот Давид в своей жизни прошел испытаний, И действительно, Вот когда он уже находится в самом низу, Буквально уже один в пещере, И он здесь пишет, что, Господь, Мое терпение уже прошло много испытаний, И действительно, я уже как бы готов, Готово, и сердце мое готово. И после вот всех этих испытаний, И как бы было бы искушение для него, На самом деле, жаловаться на Бога. Но здесь он в конце псалма, Посвящаясь с 8 по 12 стих, Он полностью говорит, что, «Я буду прославлять тебя, Буду петь, И будь превознесен выше небес Божий Над всей землей, Да будет слава Твоя». И также и нам, Братья и сестры, Если находимся, Когда мы вот падаем где-то, Или на нас клевещут, Полагаться на Божью милость, И прославлять Его во всех днях нашей жизни. Аминь. Аминь. Попомнимся. Дай Господь, благодарю тебя за этот день, Господи, За церковь нашу, Господи, За то, что это дом Твой Божий, Господи, Дом молитвы, Господи. Мы можем молиться к Тебе, Господь. Благодарю тебя за всех братьев, сестер, Кто здесь находится, Господи. Дай нам, Господи, мудрости, Дай нам, Господи, терпения, Проходить все испытания Тебя, Господь, И совершенствовать веру нашу. Нашу Тебя во славу Твою, Отец, Сынский Дух. Аминь. Аминь. В другом месте Соломон пишет о том, Что Господь подобен башне, Которая убегает праведник, И бывает безопасен. В нашей жизни бывает различные обстоятельства, Когда мы, казалось бы, Все, теряем надежду, веру в Бога. Вы, наверное, бывали на природе, Когда тучи, молнии, гром, Ненастья, проливной дождь. Все, мы чувствуем себя некомфортно. И кто был в аэропорту, Когда он садится на самолет, Взлетает, Влетает в эти тучи, казалось бы, Так на продолжение всего полета Они и будут. Но самолет прорывается сквозь эти тучи, И вдруг ослепительный свет, Сияние солнца. Все оказалось позади. Так всякий, кто надеется на Господа, Подобен такому человеку, Который имеет крылья веры, Он взлетает над всей этой суетой, Над этой углой, тьмой, И уповает на Бога. Общим пением будем. Минуту жизни трудною теснится сердце, Одну молитву чёрную твержу я наизусть, Одну молитву чёрную твержу я наизусть, И сила богататая созвучных снов живых, И дышит непонятная святая влезь в них. И дышит непонятная святая влезь в них. С души, как время, скатится сомненья далеко, И верится, и плачется, И так легко, легко. И верится, и плачется, И так легко, легко. Трудные минуты. Вы, наверное, поняли, кто это написал. Гимн Михаил Лермонда. Видимо, он тоже был в трудных положениях, Обстоятельствах. И вот на основании этого он написал Эту чудную песню. А сейчас брат у нас, Женя, помолится за воскресную школу, Которым делится брат. Благодарение Богу нашему, Что мы имеем эту возможность Приходить на это место, Общаться с друг другом, Делиться переживаниями, Которые были на неделю, Кого хорошие, плохие, Не очень хорошие или очень плохие. И это, слава Богу, Что у нас есть возможность, Мы можем собраться вместе. Я хотел бы порассуждать над одной темой, Которая, она очень важна для нас. Вот. И прежде чем мы перейдем к теме, Сейчас просто вспомнились эти слова. Ищите Господа, когда можно Его найти. Призывайте Его, когда Он близко. Такое место описание. И один автор такой четверости Сейчас сказал, Ищите Бога, ищите слезно. Ищите, пока не поздно. Ищите в бурю. Ищите в грозы. Ищите, пока не поздно. Ищите вместе. Ищите каждый. И вы найдете его однажды. И будет радость превыше неба. Ну так ищите, Как ищут хлеба. Такое четверостище. Один автор написал, Как мы ищем хлеба, Когда мы голодны. Вот. Искать Бога. Вот так нужно. И тема, которая хотела, Чтобы обратить наше внимание, Это молитва. Какие, Какого рода молитвы бывают? Прежде, чем мы пойдем Глубляться в значении и так далее. Есть. Вернее, Что от нас требуется, Чтобы мы, Перед тем, Как мы становимся на молитву, И, кстати, Что такое, Что есть молитва? Кто из нас знает, Что такое молитва? Общение с Богом. Да. Разговор с Богом. Для чего она нужна вообще? Для поддержания, Связи между Богом и собой. Чтобы не запутаться и не потеряться. Правильно, да. Спасибо, Женя. Чтобы, Для того, Чтобы иметь эту связь с Богом, Искать, И это, Который Бог, Устраивает нас, Через молитву. И какова молитва должна быть? Мы немножко сейчас углубимся И рассмотрим, Как она должна происходить. И каждый из нас, Цель нашего, Этой темы, Для того, Чтобы рассмотреть И проверить себя, Как я молюсь? Как я, Что у меня приоритет в молитве, Какой? Вот. И молитва, Когда мы общаемся с Богом, Мы проходим, Мы должны с ним познакомиться сначала, Да? И я хочу прочитать, Прежде чем мы пойдем рассуждать, Прочитать на Матфея 6 глава, С 9 стиха, Ну и 13 до 13, 13 включительно, да. Я буду читать современный перевод, У меня на Библии Современный перевод. Матфея 6 глава, 9 стих и ниже. Это когда ученики спросили, Попросили, Господи, Научи нас молиться. Они не знали, Как это делать. Хотя они были религиозные люди, Да? И вот, Господь говорит, А вы молитесь так, Отец наш на небесах, Да будет свято имя Твое, Да придет царствие Твое, Да исполнится и на земле воля Твоя, Как она на небе. Дай нам сегодня насущный хлеб наш, И прости нам наши долги, И как мы прощаем тем, Кто нам должен. Не подвергай нас испытанию, Но защити нас от злодея. Вот такая короткая молитва. В синодальном переводе, В синодальном переводе немножко Другие слова, Там есть еще дополнение, Я согласен с этим. Вот. Но цель наша, Принцип вот этой молитвы. Прежде чем мы, Как я задавал вопрос, Мы с Богом начинаем общаться, Да? Прежде чем мы начнем с Ним общаться, Нам надо с Ним познакомиться. Если взять нас, Друзей, Родственники, Родственники, Которых мы никогда не видели, Уже в возрасте, Начинаем знакомиться. Привет, привет, Меня звать так-то, Да? И я начинаю разговаривать, Чем кто занимается, Мы познакомились. Следующий раз приходит момент, Если мы встретились там, Через полгода, Да? Как я с Ним буду разговаривать? О, вот это мой родственник, Это уже общение ближе. Вот это же так, С Господом Богом. Сначала мы с Ним познакомились, Потом мы становимся ближе, Общаемся, Потом, Больше, Как есть такое выражение, Люди используют, Более интимное общение с Богом, Личное. Оно, Оно для нас, Оно сокровенное. И вот это цель, Нашего общения с Богом. Но есть определенная структура, И Христос показал в этой молитве, Как это делать. Первое, Самое первое, Что выходит, Отец наш на небесах, Да будет свято имя Твое. Я хочу сравнение сделать, Как мы сейчас там улыбаемся, Господи, у меня такая проблема, Вот, и-да-да-да-да-да, И пошел, и пошел, и пошел. И у меня целый список своих проблем. А Господь говорит, Обращайтесь ко мне так, Отец наш на небе, Пусть Твое будет имя свято. Свято. Оно там святое, Там на его царство, Там святость, Его все. И мы провозглашаем это, Мы говорим, Чтобы вот эта святость, В общении с Ним, Она спустилась в нас. Дальше это место говорит о том, Чтобы Да будет святое имя Твое, Да придет царствие Твое, Да исполнится и на земле воля Твоя, Как она на небе. Второй пункт Из этой молитвы идет О евангелизации. Здесь еще нету списка того, Которого мы привыкли всегда, Господи, у меня проблема, У меня вот то, У меня там работа, У меня денег не хватает, У меня там нога болит, Рука и так далее, и так далее. Прежде чем здесь сначала Мы должны прославить его имя, Возвеличить его имя. Потому что Это равносильно, Что я подойду К каждому из вас, К любому из вас подойду И скажу, Так, у меня вот это вот это надо. Все, я ни здрасте, Ни до свидания не сказал. Оно же неприятно. В следующий раз Никто со мной не хочет разговаривать. И здесь закономерность, Господь Бог оставил нам Через Иисуса Христа, Что нужно Возвать к Богу Прославить его имя, Превознести его имя, Потому что оно святое, Оно святое на небе, И оно должно быть святое на земле. Сейчас оно еще, Оно не святится на земле. Если мы посмотрим на людей, На нас, Даже далеко не надо ходить на нас. Господне имя Святится у меня в сердце, Святится в моей жизни, В общении с людьми, В разговоре, Где я себя веду как-то, На умном незаконно, И так далее, И в обществе. Святится ли Господне имя В моей жизни? Я хочу, чтобы этот вопрос Оставить каждому из нас, Прежде всего себе, И каждому из нас на сердце. Чтобы, размышляя над этим, Над этой молитвой, Как мы должны взывать Господу Богу. Потому что Христос сказал, Молитесь так, И это гарантировано, Что Бог услышит. Почему я хочу остановиться Больше на этом вопросе, Почему мы часто молимся им, И Бог, И не получаем ответа. Потому что мы неправильно Обращаемся к Богу. Мы как наглые дети, Да? Приходим и начинаем требовать, Я сказал, мне надо, Дай мне, Я хочу, там, Как ребенок приходит, Дай мне конфету, Дай мне мороженое, Или еще что-то. Вот мы как вот эти дети, Требуем. А Господь, Бог, Хочет с нами общаться. И это важно, Потому что Он устрояет, Мир, через общение с Ним, Он устрояет наш мир. И это только в молитве, На протяжении всего Писания, Господь, Иисус Христос, И Бог через много других мест Писания, Очень много говорит, Насколько это важно. Я проведу место, Несколько мест, Это, Значит, В псалмах, В псалмах Давид, Сегодня читали, Господь, Как Господа имя нужно величать, Как его превозносить нам. И Давид, Он очень четко показывает, И мы этому можем научиться. Мест в Писании много, Любой из псалмов, Где-то стих есть, Благословенное имя Твое, Благословенное, Оно страшно, В одном из псалмов, Галитаре, Оно страшно, Оно святое, И вот эта святость Божия, Когда мы провозглашаем, Бог начинает на нас обращать внимание, Он начинает прислушиваться к нам, Он все равно слышит нас, Даже вот такие, Когда мы непослушные Ему, Он все равно слышит, Но когда мы начинаем провозглашать имя Его, Это наш характер, Мы склоняемся перед Богом, И наш характер преклоняем пред Ним. Следующее, идем дальше, Значит, Заботится о Его, Да придет Царствие Твое, И да исполнится и на земле воля Твоя, Как она на небе? На небе, Вот давайте порассуждаем, На небе Господня воля есть? Да? Душка Его. На небе Его воля, да? Потому что там Он царствует, Там Его царствует, А на земле Его воля есть? Хороший вопрос, да? Есть ли воля Господня на земле? Порой люди задают вопрос, Если бы Господь Бог был всемогущим, Почему, Почему вот это столько войн, Убийств и так далее, Насилий и так далее? В этом воля Божья на земле есть? Есть. Есть, конечно. Здесь я нисколько не хочу молить имя Бога, Я нисколько не хочу умолить Ему волю. Да. Но Бог нам дал право выбора. И если мы совершаем определенные дела, Которые Он хочет, чтобы мы творили, То мы исполняем Его волю. И здесь Иисус Христос говорит, Да будет воля Твоя. Я беру из этих слов, Которые здесь написаны. Да будет воля Твоя на земле, Как она и на небе. Там она на 100% Его воля. А здесь она не совсем, Потому что здесь грех существует. И здесь борьба идет. Она идет во мне, Она идет в каждом из нас. И мы боремся, Или мы становимся на сторону Бога, И исполняем Его волю, Или же мы уходим от Бога. И вот наша задача, Смотреть вот по этой структуре, И строить наши молитвы. Прославлять Бога, В первую очередь. Прославить имя Его. Превознести Его имя. Потом, Заботиться о евангелизации. Заботиться, чтобы воля Его исполнила здесь. Молиться о миссионерах, Которые по всему лицу земли есть. У нас в городе, В каком-то другом городе, В штатах, И в других странах. Когда мы молимся, Вот это следующая ступень. Мы молимся об этих людях, Значит, мы заботимся о Его Царстве. И вспоминается еще одно местописание, Которое Христос говорил. Ищите прежде Царствия Божьего и правды Его. Остальное все приложится вам. Царствие Божье и правда Его. Остальное все приложится. А у нас иногда получается наоборот. Мы сначала хотим свое Царство устроить. А потом, когда будет время, Тогда мы позвольте, Как Господь и Царство. В оригинале говорится об этом месте, Ищите прежде Царствия Божьего и правды Его. А остальное, что упадет вам на голову, Если на наш современный русский язык. И я в своей жизни испытывал это не раз. Я такой же человек, как каждый из нас. Когда заботишься о Господнем деле, И как мы собираем, бывает, картинку, пазл, Слаживаем вот этим. И как будто бы в жизни Бог все так Сверхъестественным образом все складывает. В жизни я как-то и не переживаю ни за что. Потому что забота прославить, В первую очередь прославить и возвеличить Его имя. Во вторую очередь заботиться о Его Царстве. Чтобы Царство Его распространялось на этой земле. Как мы можем заботиться о Его Царстве? В семье. В семье. Еще. Еще. Мысли. Как мы можем заботиться о Его Царстве распространения на земле? Среди людей находимся. Среди людей в общении, да. И вот в беседе, я просто хочу, С каждым из нас, мы когда-то общаемся, Я помню, вот мы с Ирой разговаривали, С Роботом общались с Ирой, И я помню, как мне Ира сказала, Говорит, Неверующий человек видит, Если ты искренний христианин, Дитя Божий, Он видит в тебе Бога. Тебе даже не нужно говорить. И я не раз на себе это испытывал. Зачастую я молюсь, Господь, Помоги, чтобы я был Твоим Светом В том обществе, Где я нахожусь. Чтобы быть, Вот это распространение этого Царства, Было его. И мне кажется, Ну, не получается у меня. А потом приходит момент, Человек говорит, А вот то, что у тебя, Не уходил в Бога. Я говорю, Что ты имеешь в виду? А вот то, Спокойствие и покой, Внутренний покой. Они по-разному это выражают, Мы смеем. Но это человек, Который без Бога, Он видит это. И когда мы правильно строим нашу жизнь, В первую очередь, Заботимся о превозношении Господа. Бога нашего. Славим Его имя. Второе. Молимся за людей, Которые распространяют Слово Божье, Евангелие. Сами, может быть, Где-то на работе, В общении с неверующими людьми. Делимся, говорим о Христе. Или показываем, В первую очередь, Показывать жизнью. Вот это относится к тому, Что забота о Царстве, Распространении Царствия Божьего. И тогда укореняется Вот эта воля Его, Которая на небе. В еврейском есть такое понятие. Текуруна. Это изменение мира. Вот о чем Иисус Христос говорит, Чтобы воля Его, Которая на небе, Она осела здесь, В нас, Во мне, В каждом из нас. И она распространялась В нашем обществе, Где мы живем. А дальше, После этого, Тогда мы подходим К списку наших нужд. Вот только тогда Мы подходим к списку наших нужд. У меня, Дай нам сегодня Насущный наш хлеб, Заботимся, Чтобы мы не были голодными, Чтобы было Напитать входит. И о чем я говорил, Писание говорит, А Христос напоминает нам. Ищите пререды Царствия Божьего, И правды Его, Остальное все приложится. Когда мы вот эти ступеньки Исполняем, И Бог Своим чудным образом Начинает устраивать Устраивать нашу жизнь, Нам хватает, Мы не бедствуем. И даже какие-то Бывают сложные ситуации Получаются, Испытания, Как мы молились За Юру, Таню, Шувалову. Такие испытания приходят. Но Господь, Бог, Он устраивает, Он устраивает нашу жизнь, Чтобы мы больше Полагались на Него, Доверялись Ему. И здесь заботу Тогда уже мы приносим. Христос знал, Знал, что мы такие Меркантильные, Что нам мы будем О себе больше заботиться, Чем о Его Царстве. И потому Он и включил Эту молитву. Дай нам сегодня Насущенную с хлеб. Не на завтра. Не на послезавтра, Не на через месяц, А на сегодня. Чтобы сегодня Я не мог прожить. Дай нам на сегодня Насущенную с хлеб. И прости нам Наши долги, Как мы прощаем Тем, Кто нам должен. А почему Господь Бог? Я как-то говорил Проповедь об этом, Что Господь Бог Не может нам простить, Потому что мы Не прощаем Ближнему. И в этой молитве Господь Бог Иисус Христос Говорит, Что прости нам, Надо молиться, Прости нам долги. И Он только Так простит, Насколько я Прощаю брату Или сестре, Соседу неверующему, Другу, Который Меня постоянно Унижает, Опускает Словесно Перед людьми. Прощай Или не прощай. Есть у меня Вот эта Божья любовь. Если я иду, Конечно, По этой структуре Молитвы, Которую Господь Оставил Иисус Христос Нам, То У меня есть Я сначала Поднимаю Господнее имя, Прославляю Ему, Заботюсь О Его Царстве. И Бог, Он слушает, Незримым образом Опускается В сердца Наши. И вот Тогда уже Мы У нашей списки Вот этих Наших Нуж Укорачиваются, Становятся Их меньше. И тогда Мы Видим Людей, Которые Нуждаются В проблемах Каких-то. Мы готовы Им помочь. Но если Когда у нас Стоят Наши нужды Прежде всего, То тогда Все остальное Не играет Никакой роли В жизни. Тогда Имя Господне Оно Не прославляется А царствием Мы Не заботимся И благословения Не получаем. И вот здесь В этой молитве Господь Бог Напоминает Чтобы мы Старались Исполнять Вот это. Исполнять Идти Прежде всего Воздать Ему Полу Заботиться О Его Царстве В молитве. И каждый Из нас Может молиться В любое время. Сколько раз В день Мы должны молиться? Вопрос. Постоянно Постоянно Хорошо. И Начинать Откуда? От какого Времени? С утра Раннего утра С раннего утра Некоторые Во сне молятся Согласен Да Есть Есть Такое Было У вас Когда Вы просыпаетесь И вот Песня На устанавлив Все Поем Потому что Дух наш Он не спит Он Он Бодрствует Пока Тело Отдыхает Дух Бодрствует И У нас В писании Есть Давид В псалмах Он говорит Что И во сне Ты меня Научаешь Ты наставляешь И у нас Это есть Возможность Господь Бог Нас Научает И когда Мы Становимся Вот Заботимся Об этих Моментах Что Прославить Его Имя Он Устраивает Наш Дух Он Устраивает Внутренний Мир И Независимо От обстоятельств Мы Реагируем Положительно На все Другие Моменты И мы Можем Простить Человека Мы Можем Благословить Другого И Дальше Смотрим Не подвергай Нас Испытанию Но защити Нас От злодея Изба Нас От рукава Господь Бог Не подвергает Да Мы Согрешаем Мы Сами Идем Поддаемся Искушению И согрешаем Но Бог Не Искушает Он Нас Оберегает Он Предупреждает Я хочу Привезти Пример Мы Помним Этот Пример Скай Каин Когда Он Уже Замыслил Убить Брата Слова Господь Бог Говорит Ему У дверей Сердца Лежит Грех И Ты Господь Служен Бог Предупредил Ему Он Сказал Об этом Вот Так Бог Устраивает Наш Мир Когда Мы Не Можем Победить Какой Грех Победить Какие Мысли Греховные Которые Бывают Атакуют И Каждый Из Нас Это Переживал И Продолжает Переживать Которые Мысли Атакуют У меня Даже Бывает Такая Мысль Греховная Мысль Так Наседает Что Я Делаю Ничего И Только Именем Иисуса Христа Мы Имеем Вот Это Я Име Спасение Я Говорю Во Имя Иисуса Христа Я Знаю Куда В Иисуса Христа Верим Господу Богу Молимся Обращаемся Нам нужно верить Что Он Нас Слышит И мы Обращаемся Только Во имя Иисуса Христа Потому что Только Через Него Мы можем Придеть Богу И Самое Главное Согласиться С Его Волей Быть Сердцем Соглашаться То что Он Запланировал Оно Порой Нам Не Известно Не Подходит На данный момент Я думаю Нет Не так Я бы хотел Бы по другому А Господь Бог Определил Определенные Вещи Его план Лучший Для нас И Соглашаться С Силом Волей И Я Хочу Еще Обратить Внимание Это Во второзаконии Шестая Глава Это Знаменитая Молитва Евреев Они До сегодняшнего Дня Молятся Так Шестая Глава С 4 По 6 Стих Слушай Израиль Господь Бог Наш Господь Един Есть И Люби Господа Бога Твоего Всем Сердцем Твоим Всей Душой Твоей И Всеми Силами Твоими Это Знаменитая Молитва В Израиле Они Молились Еще С древних Времен И По Сейчас Даже На данный Момент Израильтяне Молятся Утром Радио По радио Читается Эта Молитва Слушай Израиль Не Сразу Я Опять Хочу Вернуть Нас К тому Как мы Привыкли Это Сразу Раз Господь У меня Проблема А тут Как будто Слушай Израиль Внимание Как бы Господь Бог Говорит Слушай Израиль Господь Бог Наш Господь Един Есть Люби Господа Бога Твоего Всем Сердцем Всею Душою Твоей И Всеми Силами Твоими Здесь Иногда Господи Я тебя Люблю Сердцем Да Все Ну Ну Как бы А свою Часть Там Жизни Душу Душу Не посвящая Богу Ну И силы Тоже Хочу На что-то Потратить Другое Да Ну А здесь Господь Бог Напоминает Своему Народу Он Напоминает Нам Тоже Люби Господа Бога Твоего Всем Сердцем Твоим Всем Душою Твоею И Всеми Силами Твоими Такой Принцип Господь Бог Установил Из Древней И Он Это В Иисусе Христе Показал Нам Мы Прошли По этому Месту Писания И Пусть Поможет Нам Бог Пересмотреть Наши Молитвы И Обратить Внимание То На То Что Действительно Мы В нашей Жизни Каждый Из Нас Ставить Приоритет Когда Мы Обращаемся К Богу Пусть Бог Нам Поможет И Переставить Поставить Главным Приоритетом Во Первых Прославить Его И Во Вторых Заботиться О Его Царстве Молиться Миссионерам Молиться Чтобы Бог Послал Человека Мне Где Я Нахожусь Сказать О Христе Засвидетельствовать Так Как Я Могу Даже Со Своим Ломаным Английским Там На пальцах Показатель Но Использовать Это И Господь Бог Начнет Делать Совершать Если Мы Действительно Подойдем К этому Серьезно Да Поможет Нам Бог Задуматься Об этом И Продолжать Практиковать Вот эти Принципы Давайте Давайте Возгадим Ему Славу Превознесем Его Великое И Всемогущее Имя Нашего Бога Аминь Мы Немножко Изменим Сегодня План Своего Служения Сейчас Расскажут Сихотворение Ирина Отец Потом Я Скажу Несколько Служений Для всех Приветствую Братья И Сестры Привет И Сегодня Коля Чуть Чуть Не Договорил У Нас Сегодня Еще Будет Одна Тема Еще Будет Молитва О Загонимой Церкви И Стихотворение Которое Я Прочитаю Оно Относится К Этой Теме Называется Отрекись Это Стихотворение О том Что Может Быть В Нашей Жизни Мы Сейчас Живем В мире Покоя В Спокойном Государстве В Сильном Могущественном У Нас Покой У Нас Нет Гонения На Детей Божьих Но Мы Не Знаем Что Нас Ожидает Дальше Инквизиция Грозное слово Сквозь огонь Тебя Умереть И С победой Ты Дальше Пойдешь Аминь Аминь Он говорит Иногда Мы Неправильно Молимся В действительности Это бывает Так Мы Иногда Подобны Ребенку Который Убил Дяденьку Который Купил Конфеты Дяденька Дай Мне Конфету Он Говорит Возьми А мама Говорит Что Ты Должен Сказать Он Дай Еще Мы Подобны Таким Детям Иногда Дай Дай нам Господи Но Господь Говорит Первоначально Сделай Божье Дело А потом Господь Позаботится О твоем Деле Одна Императрица Высылает Одного Чиновника В другую Страну Чтобы Он Сделал Это Дело Он Начал Отрекаться Как Я могу Говорит Оставить Здесь Свою Коммерческую Детель У меня Все Рухнет Она Говорит Сначала Испомни То Что Я Скажу А То Что У Тебя Здесь Остается Я Подобочусь Об этом Когда Он Возвратился То Что Он Имел У Него В Два Раза Больше Стало Так И Господь Говорит Исполни Сначала Мою Волю Потом Я Подобочусь Тебе Ищите Прежде Всего Царствие Божие Остальное Приложат Целла Сейчас Елена Почитала Стихотворение Посвящено Тем Кто Находится В Вузах Решения Свободы И Что Побудило Нас Молиться О Таких Людях Которые Находятся В Вузах Помните В свое Время К нам Приезжал Влад Кусакин Если Кто Помнит Он Является Директором Отдела По Вопросам Религиозной Свободы При Рашен Министерстве То есть Он Кодатайство И Попустниках Ездит По Разным Странам И Вот Он Перед Тем Как Уехать Америка Говорят Что Я Поеду В Таджикистан Там Сидит Пастор Бахрон Халмота Ну и Вот Мы Писали Здесь Типа Как Открыточек Да И Акцию Такую Совершали Чтобы Воздействовать На Тех Властей Таджикистане Чтобы Каким То Образом Господь Через Это Освободил Этого Пастора Но Здесь Касается Также Не только Этого Пастора Не только Этот Пастор Находится В Решениях Свободы Даже Казалось бы Вот Мы Живущие Здесь В этой Свободной Стране Но Есть Миссионеры Которые Уезжают В другие Страны Для Того Чтобы Эвангелизировать Эти Страны И Вот Вы Наверное Слышали О Таком Пасторе Эндрю Брансон Который Находился В Турции Он Находился 23 Года Но Впоследствии Впоследствии Попал В тюрьму Я хотел бы Просто Зачитать Об этом Пасторе Чтобы Из своих слов А Как о нем Пишут Вот Уже Более Пятисот Дней Турции Удерживает Решетка Американского Пастора Теперь Составленный Властями Обвинительный Акт Может Привести Эндрю Брансона Пожизненному Тюремному Заключению Мы уже Сообщали Подробности Этого Судебного Процесса В Отменительном Заключении На 62 Страницах Эндрю Брансона Выдвигается Обвинение В военном Шпионаже А также Отверждается Что он Является Членом Вооруженной Террористической Группировки Прокурор Требует Для Пятидесятнего Пастора Тридцать Пять лет Тюрьмы Турция Фактически Заявляет Что Христианизация Это Терроризм Вы понимаете Куда Гнуть Власти У них Нет Никаких Конкретных Докасательств Того Что Пастор Брансона Шрещал Какое Либо Преступление Сам Факт Того Что Он Христианин И Христианинский Пастор Они Приравняют Терроризму И Преступлением С Его С С С С С Объясняет Юлис Констант Си-Си-Хилл Американского Центра Закона и Правосудие Американский Центр Закона и Правосудие Диа Представляет Интересы Брансона Который 23 Президент Президент Турции Пастор 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 Брансона Нет Нет Говорит Си-Си-Хилл В прошлом году Эрдаган Предложил Обменять Брансона На живущее Разгнание Турецкого Лидера Хэткулаха Юлина Юлина Обвиняется В том Что был Вдохновителем Государственного Переворота Многие Считают Брансона Пешкой В политическом Превостоянии В США И Турции В 17 году Белый дом Зовет Что Президент Трамп И Вице-президент Пенс На встречах С президентом Турции Трижно Поднимали Вопрос О бедственном Положении Пастора Брансона По сути Это Геополитическое Противостояние Однако Служители Считают Что Дело Брансона Входит За рамки Политики Как Это Было Тогда Когда В тюрьме Находился И апостол Павел Помните Он говорит Я иду В Иерусалим И вся Церковь Начала Отговаривать Его Плахать Вешались Ему На шею Но Он говорит Я не только Хочу быть Узником Но готов Умереть В Иерусалиме За имя Господа Иисуса Завела Себя Остол Павел Конечно Речь идет Не только Об этом Пасторе Речь Обо всей Работе Господа Турции О происходящем На Ближнем Востоке Судят Не только Одного Брансона Судят Все Христианство Он был символом движения Иисуса Христа В то время И он стоял с высоко поднятой головой Думаю Эндрю поведет себя так же достойно Не унывает христианские служители Как один Из его церкви Брат Когда посещал его в церкви Он говорит Я слышу там Тех кто с ним сидит То что он сидел Не то что там Угол заделся И все Он свидетельствует Находящимся там В тюрьме Смотрите Для слова Божия Нет вуз Оно распространяется И там Оно действует На сердцах Человеческие И слава Богу Поэтому Мой призыв Молиться за этого пастора Что он не унывал Не падал в духа Что помнил Есть церковь Которая молится за него И поддержит его Хотя неизвестно Чем это закончится Но пусть его вера В этих обстоятельствах Не теряется Не упадет И конечно Можно и другие Примеры Приводить Взять даже Если в России Касать Ну я просто Немного Напишу То есть Просчитаю Житель Мурманска Оштрафован За миссионерство Вконтакте Многие наверное Находятся В другом Вконтакте И вот он Решил Посредством Этой сети Распространять Слово Божие Но Власти решили Применить Против него Свои меры Наказания Его Оштрафовали На пять тысяч Рублей Потом В другом месте Штраф За незаконное Распространение Движной Министратуры Самарской Области Как сообщает Бургусланская Межрайонная Прокуратура Два жителя Самарской Области Признаны Виновными Совершение Административных Правонарушений Осуществление Мехионерской Деятельности Нарушение Требований Законодательства О свободе Совести Беруссвидания И религиозных Объединения Переводить Можно Много Таких Примеров Примеры Травля Баптиста Прожигания Нености В отношении К ним В Астрахани В новостях На канале Россия Астрахань Появился материал И видеосюжет Направленный Против Евангельской Поститранской Церкви Евангельских Штанбаптистов ИХБ Который Принережит Совет Церкви ИХБ Штанбаптистов Штанбаптистов Тоже Ребен Во вторник Торонто Начнется Доседание Суда Который Должен Решить Назначить Вагнер Новый Срок Заключения Дополнения К 6 Месяцам Которые Она Уже Привала За решеткой После Последнего Авеста Вагнер Удалось Отговорить От аборта Более 100 Женщин Платить За столь Активное Выражение Гражданской Позиции Ей Приходится Дорого Из своих 43 Лет В общей Сложности Она Около 5 лет Провела За решеткой Я не буду Много Зачитывать Еще Я прочитаю Об Африканских Странах Вот Допустим В той В стране Нигерии Геноцид Нигерия Убито Более 6 тысяч Нигерийских Христиан Представляете Какое Большое Количество Церковные Лидеры Нигерии Сообщили Что христиане В стране Переживают Настоящий Геноцид Поскольку С января Радикально Настроенные Хулани Убили 6 тысяч Человек В основном Женщин И детей То что происходит В штате Плата И других Отдельных Штатах Нигерии Является Геноцидом Чистой воды И должно Быть Немедленно Прекращено Говорится В прессе Ревизия Христианской Ассоциации Нигерии И глав Церковных Деиминаций В штате Плата Руководитель Церкви заявил Что более 6 тысяч Человек В основном Дети Женщины И престарелые Люди Были Изувечены И убиты Во время Ночных Рейдов Вооруженных Пастухов Улани Что побуждает Их Позвать К правительству Нигерии Остановить Это Бессмысленное Кровопролитие В стране И выйти И состояние Полной Анархии При котором Люди Вынуждены Защищать Самих Себя И так Далее Если взять Египет Мы знаем Происходили Взрывы В церквях Также Когда Протесты Народа Были выдвинуты Против Власти Когда Освободились Заключенные Громя На своем Пути Все Магазины Приваясь В дома В те же Христианские Семьи Совершали Акты Насилия И так Далее Это Говорит О том Что Без Бога Люди Становятся Неуправляемы Но Те Кто с Богом Они Все Таки Должны В таких Устоятельствах Сохранять Вер Я напоминал О Нигерии И Наша Вот И сестра Татьяна Которая Подготовила Виде Которая Не будет Голосов Голосов Нам Подтверждают Что Один В этих Фактах Которые Свершаются В этих Страх Пожалуйста Братья Покажи Погибло Более Ста Человек Они Сожгли Более Тысячи Домов И Чем Внутри Некоторых И Них Находились Люди Большинство Из Большинство Ниф Продолжение следует...